ПОЕДИНОК Буквально на один последний поединочек возвращаемся в Большие Перчатки. Павел Гришанович первым был приглашен в ринг. Это серьезный боец из Беларуси. В нашей лиге Павел Гришанович находится в статусе чемпиона мира по юниорам, чемпиона Беларуси по юниорам. У него большая статистика выступлений по любителям. 84 боя, 78 побед. В RCC Firefight он успел подраться с Владимиром Тулаевым, Эдуардом Фатыковым и отлично зарекомендовал себя в нашей организации. ПОЕДИНОК 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 В красный угол встречайте соперника из России, город Екатеринбург, Никита Заякин. А вот и Никита Заякин, соперник Павла Гришановичу по сегодняшнему поединку. Серебряный призер первенства мира 2018 года. В нашей организации проходил Ивана Зиновьева, Романа Колесникова и Дмитрия Иванова. Теперь Никиту ждет вызов, скажем так, более высокого уровня в лице Павла Гришановича. Более опытный соперник. У Никиты Заякина профессиональный рекорд. 10 боев, 8 побед, 1 победа, 1 ничья. И у Павла Гришановича 13 побед при 9 поражениях. ПОЕДИНОК Дамы и господа, приветствуйте соперника. В синем углу боец из города Бангкок, Таиланд. Ему 25 лет, рост 183 сантиметра, вес 70 килограммов, 700 граммов. Профрекорд 22 боя. 13 побед, 9 поражений. Представляет бойцовский клуб Май-Тай Академии Павел Гришанович. Его соперник в красном углу. Из России город Екатеринбург. Ему 20 лет, рост 178 сантиметров, вес 71 килограмм. Профрекорд 10 боев, 8 побед. Одно поражение, 1 ничья. Представляет Академию единоборств РМК. Никита Заякин. Рэпер его Илья Алексеев. Бойцы, центр. Поприветствовали друг друга, слушаю внимательно моей команды. Уважаем друг друга, обоим желаю удачи по углам. Ну что, друзья, у нас все готово. Дима, я подозреваю, ты Никиту Заякина очень хорошо знаешь. Много раз видел в зале, возможно, даже участвовал. С тренировками не участвовал, только наблюдал. Нет, нет. Хорошо. Ну, я думаю, этого достаточно, чтобы какое-то впечатление о бойце сложилось. Посмотрим, как он сюда покажет. Техничный, не против сделать шоу на ринге. Немножко может позволить себе иногда попоясничать перед соперником. Главное, чтобы он не начинал делать это раньше времени. Еще пока, честно, по антропометрии смотрю на ребят, мне кажется, у Заякина ноги раза в два потолще, да? Да, ноги он бьет как у велосипедиста. Такие серьезные ноги. Это кикбоксинг, поэтому здесь вполне логично. Акцентированно бить ногами. Есть, конечно, ребята в кике, думаю, не дашь мне соврать, которые как боксеры прям работают. Что он там лоу-кики бьет, а все остальное руками. Но Заякин точно не из них. Никита более разнообразен. Мы увидим здесь много хай-киков, возможно, даже ударов сразу ворота, в том числе бэкфистов. Один из его кронок ударов – это бэкфист рукой. Ох, тут Гришанович на печень нацелился, судя по всему. Хорошая серия от Заякина. Как будто немножко проспал ее Гришанович. Хорошая заготовка левой, прямой левой ногой печени. И такое чувство, что не ожидал такой прытия от соперника Гришанович в печень. Ну, не успел защиту поставить. Никита молодец, делает атаки свои серийными. И ты сможешь оппоненту продохнуть, среагировать на какой-то один удар, подготовить контратаку, соответственно. На подхват как отреагировал сейчас Заякин, сам прыгнул и ударил. Интересно. Видно, как заряжен Заякин, прямо вкладывается с первых секунд. Но паузы большие берет пока. Но Гришанович, кстати, их и не заполняет особо. Оба так присматриваются. Еще первый раунд. Я думаю, Гришанович сейчас будет чаще заходить в клинч, пытаться наиздать работу совсем из ближней дистанции. Он повыше, да, он будет давить, пытаться вот прыть вот эту, сбить Заякина, замучить его этими клинчами. Хорошо отреагировал сейчас Никита на серию соперника. Эпизоды плотные на самом деле, но Заякин, я знаю, что очень хорошо дышит. Я надеюсь, в этот раз ему также удастся в высоком темпе провести весь бой. Ух ты! Ну там перчатку, да, больше? Утбился выкинуть Гришанович так инстинктивно руку. Он показал. А выглядело красиво. Вот, печень была. Поджал свою руку. Подоим печень в дом. Смотри, аверхот боковой серия прямо от частяки заходит у Заякина. Он прощупал дистанцию. И нет клинча пока у Гришановича, он сразу пропускает. Никита, потому что разрывает дистанцию при его движении вперед. Гришанович понимает, что немножко не справляются с прытью Никиты. Классный у Заякина левый боковой с сайдстепом, такой немножко с отклонением спины. Убирая голову в стене атаки, как Адысаня вырубил в Итаке один раз. Так и есть, так и есть. Ну, чё, Адысаня тоже кикбоксер. Ждём, ждём следующий раунд. Работай. Слышишь, Паш? Справа. Продолжение следует... Аким Климская. Яبلм. Работай. Работай. Гдеф? Продолжение следует... Работа. Синий угол, буквально. Майн-студия, второй раунд, тайм, файп. Второй раунд. Никита Заякин против Павла Гришановича. Никита у нас получается в красном углу и, соответственно, перчатки с красными акцентами и Павел Гришанович в синем. Мне кажется, Никита поострее был в первом раунде, поопаснее. Да, Никита показал больше техники кики-боксинга. Это серийная работа. Ему вполне можно тот раунд отдать. Да, безусловно, он выиграл. Я еще смотрю по ходу заготовки у них и с тренером эта работа по икроножной мышце. Популярный в наше время сейчас калф-кики. Да, Алекс Пирейр, главный эксперт, насколько я помню. Ну и тут последнее время Джон Джонс, вместо того, чтобы защищать пояс, развлекается тем, что ездит по сходкам и фанатам пробивает, которые его просят. Это очень смешно выглядит. Ребята не понимают, на что они идут. Особенно в нынешней весовой Джона Джонса. Да, да, это вообще. Когда он 115, это не знаю. Я не знаю, кем надо быть, чтобы попросить его это сделать. Да, ударь меня. Ладно, когда он пьяный на тебя бежит. Это ладно, опустим. Так, у нас тем временем Гришанович стал отстреливаться больше с дистанции. Да, левый биг был постоянно пропущен. Мне кажется, что с точки зрения тактики это ошибка, потому что на дистанции он пока проигрывает. Каждый раз, когда он встает на заднюю ногу, перед тем, как ударить левой, Никита подъедает дистанцию, пытается его раздергать и заходит в серии руками. Да. Кажется, что наоборот, да, Гришановичу нужны короткие боковые на ближней дистанции. Вот тут колени, например. Он не успевает. Не успевает. Стричь, Никита при этом сам ударил ему левым коленом по печени. Да. А Заякин от ударов на дистанции вот так спокойно уходит и потом еще сближается серия правой. Потому что ноги рабочие, он более подвижный, более скоростной, чем у соперника. Дави. Файф. Давай, давай, давай. Просто работай, ручка бей. Пошел, ручка наработай. Ох. Хорошо, и ручка. Красивые, конечно, хайкики у Заякина. Такие технически очень приятные. Левой ногой с места очень хорошие, красивые, да. Без какого-то подготовительного движения. А как правильно этот удар называется по-русски? Не уверен. Который раундхаус-кик только что от Заякина был. Можно вертушкой, наверное, обрабатывать его. Просто вертушками мы все называем? Ну, ладно. Вылетела капа у Заякина. Видимо, слишком сильно выдохнул. От желания пробить посильнее или там от удара? Не успел оглядеть, да, левый боковой. А вот и Гришанович. Короткие боковые, как мы и говорили. Они ему нужны. Гришанович больше в тайской стойке стоит. Руки подзажаты. И вот не хватает легкости. Угу. Держим пальчик. Это и мешает ему работать более серийно, в отличие от Заякина. Печень. Два удара из трех по печени. Да. И мне кажется, немножко поплыл Гришанович. Немножко растерялся. И по корпусу там пропускал за Шадетто. Он очень сильно сдал. Да. Так, тут на ближней. И Заякин как в питбуль вцепился. Да, я же говорил, что Никита хорошо дышит. Он есть возможность укрутить темп. Потому что сейчас он взорвался в серии. Там чуть ли не восемь ударов. И при этом не выглядит уставшим, не берет особо паузу. Внимателен. Собран. Ух ты! Как в трее стейк. Да, отлично. Отличная работа. Ну, сам же зашел в клинч. Пустите, файл! На самом деле, это не нужно было ему делать. Можно было дальше зарабатывать. Ну, в целом и так мне кажется, огненная концовка раунда от Никиты. Он заслуживает. Хоть не раунд без нокдауна, но очень уверенная победа в этом раунде. Очень уверенная. Ждем продолжения. Субтитры сделал DimaTorzok Синий. Выходим. Внимание, судьи. Третий раунд. Тайм. Файл! Итак, друзья, у нас третий раунд. Никита Заякин против Павла Гришановича. Пока очень зрелищный поединок. Думаю, Дима, ты согласишься. Согласен. Темповой. Техничный. И знаешь, что самое приятное? Клинчей мало. Чистый поединок. Техничный. Именно для просмотра приятный. Зрелищный. Размашистые удары ногами. Нет вот этой возни, которую... Ну, многие, честно скажем, не любят. Она тоже иногда нужна. Особенно бойцам, но... Но не любителям. Да. Которые смотрят это по телевизору. Это не так зрелищно. Куготища. Абсолютно согласен. Но вот когда размашистые вертушки. Боковые залетают. Это прямо одно удовольствие. Никита, ты чувствуешь, что он встретил бэквистом? Джо Роган тут недавно, насколько я помню, недавно в подкасте Своим сказал. Я вообще не понимаю, почему кикбоксинг и Muay Thai не спорт бойцовский номер один в мире. У нас, говорит, в ММА все так любят рубки в стойке, а там они каждый божий день 15 пар и все рубятся. Без остановки. Как, говорит, можно это не смотреть. Так что ведущим специализированный вид спорта, к сожалению. Это правда. Надо много знать. Порог входа повыше. Ну, набирает К1, к счастью. По всему миру набирает. И это очень хорошо. Да, в многом благодаря One Championship. Ну и нашему промоушену в том числе. В том числе. Большую работу делаем все вместе. Ну вот, немножко все-таки чуть-чуть в третьем раунде замедлился Заякин. Все-таки много сил успел потратить. Но Игорь Шипнович не то чтобы сильно куда-то лечил. Игорь Шипнович замедлился из-за того, что очень много напропускал. Все равно урон такой по корпусу, в том числе много пропущенных. Заякин замедлился, потому что очень много бьет. Все-таки это все равно нагрузка на организм. Ты устаешь. Он еще вертушки без конца бросает. И левой ногой постоянно хай-кики. То есть она амплитудные удары забирает очень много сил. Да. И серию тоже. Это ж надо вес успеть перенести. Это очень много сил забирает. Никита, конечно, левая нога очень-очень хорошо работает. О, какая сейчас-то серия была на руках. Мне кажется, там просто уже с закрытыми глазами, знаешь, так принял свою судьбу Гришанович. И Гришанович уже просто пытался руки куда-то там поставить. Да, Никита хорошо с взрывом зашел сразу, с видной атакой. Очень зрелищно, размашисто, красиво пока что работает Заякин в этом бою. И такое чувство, что у Гришановича в третьем раунде так немножко опустились руки. Причем и буквально, и не буквально. Он так уже совсем стоит у канатов, уже реже контратакует. Он не успевает. Он чувствует, что он не успевает. Он чувствует, что мало что получается в этом бою. Ух ты! Просто от бессилия выполнил. Ну да, уже проваливается. Уже просто Гришанович все-таки, скажем так, замучил его своими ударами в корпус Заякин. Заставил просто уже встать, уже колено в прыжке. Ой-ой-ой! И спасает, спасает. Да, уверенная победа. Тут, ну, без вариантов. Технично, красиво. Даже в микроэпизодах я не знаю, кому кроме Заякина можно отдать этот поединок. Шикарный бой от Никиты. Лучший способ зарекомендовать себя и продолжать получать поединки версии Firefight. Спасибо всем и команде и тренерам. Еще кто меня поддерживает. Ну что, дается. Зачем дается? Да, дается. Да, дается. Да, дается. Уважаемые зрители, давайте поаплодируем бойцам за хороший поединок. Итак, в этом бою победу единогласным решением судей одержал Никита Заякин. Да. Це面. Субтитры подогнал «Симон»